Всем привет, девочки! У нас сегодня с вами будет очень классное видео, потому что мы будем делать макияж косметикой с Валберес. Все очень бюджетно, до 300 рублей. Я специально подбирала так все в заказ. Просто невероятная какая-то косметика. И, конечно же, мы посмотрим с вами все этапы, как я получила вот такой красивый результат. Также мы сделаем с вами веснушки. В общем, видео обещает быть очень интересным. Поехали! Ну что, герлс, начнем с вами, конечно же, с ноу-мейкоп вида и небольшого ухода. Перед нашим макияжем я нанесу сыворотку с кислотами, потому что она дает очень сильный такой glow-эффект. Она абсолютно прозрачная и хорошо увлажняет и питает кожу лица. Как раз-таки то, что нам нужно для того, чтобы сделать наш идеально интересный макияж. Итак, у нас с вами сегодня вся косметика до 300 рублей. Я старалась выбрать именно специальные такие бюджетные продукты, для того, чтобы вам было интереснее смотреть и вообще оценить, насколько все это будет работать. Летом я не ношу тональную основу, поэтому приступаем к первому шагу. Это будет консилер, который я растушую слегка по всему лицу. Просто сделаю растяжку такую небольшую от глаз, от носа. И я выбрала консилер Luxe Visage. Я ему доверяю. На самом деле на Wildberries есть и другие консилеры классные, но они стоят чуть дороже. У меня это оттенок номер 13 Beige. Видно, как консилер хорошо уже так подсел. И видите, у меня нет задачи сделать крытие на все лицо. Я хочу просто слегка подсветить и выровнять тон за счет консилера. Это мой вечный лайфхак на лето. И, кстати, спойлер, это палеточка, которую мы будем использовать дальше. Вот, девчонки, настолько всего ждет. У меня есть еще пен для веснушек. Будем с вами дублировать мои и усиливать. Итак, нам нужно сделать брови. Я заказала два карандаша. Они вроде как были в наборе. И вот один оттенок чуть более холодный, другой более розовый. Нет. Это два одинаковых оттенка. 0,2, 0,2. Окей. Бренд называется Ferris Slim Cosmetic. В общем, рисуем брови. Как обычно, я делаю супер-нэйчелл макияж. Но сегодня у нас с вами будут красивые оттенки. Дублирую немножечко по серединке. Кстати, грифель у карандаша такой довольно-таки жесткий. И он хорошо прям прорисовывает буквально за три штришка. Воспользуемся, конечно же, щеточкой, которая есть на обратной стороне. Для того, чтобы все растушевать и зачесать брови. Подготовить их к гелю. И если честно, я топанула и не заказала гель для бровей. Но знаете, что на Wildberries есть очень много бюджетных. Тот же самый Artvisage, который стоит просто 3 копейки. У меня есть только Pussy, поэтому я воспользуюсь им. Sorry, я реально забыла про гель для бровей. И еще, мне кажется, я забыла про тушь. Но у меня есть тушь-манифест. Как раз-таки с Wildberries, который просто взорвало весь Инстаграм. Ей я и воспользуюсь. Гель для бровей я применяю вот так пальчиком. Чтобы был эффект ламинирования. И брови у нас будут готовы. Следующее, что я возьму, это будет коробочка со стиком, скульптор и бронзер 2 в 1. В оттенке 0.4 у меня бренд называется Kick, Quick, Kick, скорее всего. Скульптор в такой черной тубе. Скульптор-стик. Даже, смотрите, есть заглушечка на секундочку. И я выбрала, мне кажется, очень хороший оттенок. Посмотрите, он не рыжий, он не серый. Выглядит хорошо. Давайте пробовать. Наношу, конечно же, под скулы и по контуру лба, и также под нижнюю челюсть. Слушайте, а он еще, с учетом того, что я тут в телефон отвлеклась, на секундочку, не застыл на борту на моем лице, и довольно-таки неплохо растушевывается. Причем такой пушистой кисточкой, мне кажется, и приборщила на скулах. Maybe yes. Ну ладно, мы потом придемся кистью с консилером еще раз. Но по оттенку, я считаю, по крайней мере, вот в зеркале, он более чем удачный. Я, конечно, реально борщинула, либо он очень пигментированный. Я просто возьму кисть, которой я наносила консилер, и слегка сверху вот так пройдусь, для того, чтобы дополнительно втушевать и смягчить эффект. Потому что реально продукт оказался супер пигментированный, но он очень классно распределяется. 10 из 10. Без шуток. Мне очень интересно попробовать румяна. Давайте, наверное, их сразу и нанесем. Они в таком интересном стике. Практически бренд Pixi. Прям явный такой закос. Я вообще, если честно, с большой сложностью нашла именно этот розовый оттенок. Там оставались на Wildberries персиковые, какие-то коричневые, в общем, которые мне не подходят. Я хотела Барби розовый. Посмотрите, какая милая упаковка. И он прям в формате стика, как дезодорант. Блин, давайте на руке затестим, а то опять сейчас переборщим. Нет, у него такая более кремовая текстура. То есть его можно прям вот так нанесу. Слушайте, а он, знаете, такой, как будто как уход плюс румяна. То есть, видите, он не дает прям дикий пигмент. Он такой маслянистый, жирненький. И сделает 100% нам такой glow эффект. Но оттенок просто бомбический. Прям реально Барби. Но, кстати, пигмент все-таки есть. То есть он не то чтобы прям такой, знаете, супер прозрачный. Вот, два раза я провела и прям хорошо так он усаживается. Но, слушайте, мне результат пока что очень нравится. Мне кажется, кожа выглядит красиво. Все так хорошо сочетается. Бронзер мы с вами усадили. Немножечко растушевали. Давайте сделаем губы, потому что я прям это дело люблю. У меня здесь вот такая палитра карандашей. Честно говоря, я не знала, что они будут такие толстенькие. Карандаш. Нужно определиться с оттенком, потому что их здесь 12. И честно, они между собой пипец как похожи. То есть я реально не вижу сильных отличий. Они примерно в одной цветовой гамме. И большинство из них такие более теплые. Я такие не использую. Я вот выбрала три, которые мне просто визуально больше всех понравились. Сейчас сделаю вместе с вами swatch. Как оттенок называется? Номер 401. Вот такой оттенок. Довольно холодный, бежевый. Следующий у нас оттенок номер 408. Такой тоже коричневый, более темный. Не супер теплый. И вот еще один цвет. Он уже будет такой с розовинкой. Вау! Очень чем-то похож на пупу. Холодный, розовый, пыльный оттенок. Тоже классный, кстати. Давайте сделаем сначала номер 401. Это который первый светленький. Вот этот. Ну да, он для меня такой светловатый. Хотя в целом смотрится красиво. Удобно, что он такой толстенький. Им прям можно все губы растушевать. Слушайте, ну выглядит ничего. Мне кажется, у меня подобного оттенка даже и не было никогда. Как-то так прям супер нюдово смотрится красиво. Хм. Это самое красивое, самое эстетическое, что есть из моего заказа. Палетка теней. Смотрите, как она оформлена. Какой у нее дизайн красивый. Здесь даже есть такая кружевная ленточка. Это какой-то китайский бренд, потому что сзади все абсолютно на иероглифах. Но посмотрите, как выглядит палетка внутри. Ну это просто невероятно красиво. Здесь еще есть такие гравировочки всякие дополнительные. И безумно красивая нюдовая палитра оттенков. Здесь еще какой-то гель. Реально, гель с шариками внутри. Stay G-Jated, как говорится. Я не могла не облиться. Это просто база. Вот реально. Я подглянулась к вам поближе, чтобы мы хорошо видели, как я ношу все это на веке. Давайте сразу посмотрим, что я еще заказала для век. Чтобы я примерно концепцию сложила в своей голове. То, что я хочу сделать. Здесь какие-то тоже тени. Оттенок 0,6. Ой, такая тоже милая упаковка. Все такое какое-то няшное. Я не могу. Как будто бы я заказывала блестки. В общем, вот такой вот бочонок. А, да, это глитер. Все правильно. Такой бежево-золотистый. Смотрим. Ну слушайте, сияние есть. Не то, что я думала. Это больше похоже на, ну просто такие вот шиммерные тени. Как будто бы с флажным эффектом. И нам нужно сделать базу. Вот этими просто невероятно красивыми тенями. Кстати, давайте сделаем розыгрыш. Я подарю такую же палетку теней любой девочке из комментариев. Ваша задача просто быть подписанной на канал, поставить лайк этому видео и написать любое комментарие, оставить свой инстаграм. И в течение первого дня, когда это видео выйдет, я выберу победительницу. И куплю и подарю ей такую палетку. Ну давайте начнем, наверное, с базы. Возьму вот этот матовый молочный оттенок. Интересно, что у нас будет по пигментации. Потом я возьму, наверное, вот этот бежево-шиммерный золотистый цвет. И нанесу его на подвижное веко, как подложку под наши те такие кремовые тени. Ну и, конечно, складка века. Таким самым подходящим оттенком из этой палитры. Честно говоря, конечно, пигментация у теней очень слабая. Прям на явную троечку. Но безумно красивая палетка. Но они хотя бы не пылят. И это тоже уже большой плюс. Слушайте, я только что поняла, может быть, вот эти бупырки это база под тени? Yes! It was a base. Пожалуйста, пигментация сразу просто X10. Так что, знаете, окей, могу забрать свои слова обратно. Пигментация хорошая, если вы используете базу под тени. Я возьму тонкую кисточку и вот этим таким более темным коричневым слегка углублю нижнее веко в уголке. Ну, прям вот совсем капельку, чтобы не перегрузить взгляд. Хочется добавить такой легкой драмы, знаете, томности взгляду. Поэтому прям очень аккуратно по ресничкам вдоль ресничного края пройдусь и вытяну вот в нашу вот эту вот... Практически сделала себе стрелку от нижнего века. Вообще план был такой, что я буду использовать подводку для глаз, которую я заказала. Очень моего любимого бренда горячо. Это Jean-Michel One подводка называется. Она суперстойкая, она обалденная, она стоит просто 200 рублей. И вот я думала делать ей стрелки. Но сейчас подумаю, может быть, мы с вами сделаем растушеванные стрелки тенями, и я их как-то продолжу углублю. Хороший вопрос. Добавим, да, немножечко блеска, который у нас имеется. Красивый такой розово-золотой. Я просто прям пальчиком, всегда так делаю с подобными тенями, ношу на подвижное веко над ресничками. Прям такие деликатные барби-блестки. Я не знаю, вам видно вообще на камере при дневном освещении. Даже вот так прям подниму немножечко под бровь. Я, честно говоря, вообще ставки не ставила, не ожидала, что получится настолько хорошо. Давно я так полноценно не красилась. Прям у нас такой вечерний лук получается. Но на кисти, конечно, слабо набирается, как хайлайтер. Имеется эффект, я не вижу. Как будто бы да. Так, ладно, я решила все-таки не делать себе графичные черные стрелки. Не хочу утяжелять образ. Но имейте в виду, что вот эта подводка, я ее уже заказывала раза два-три. Она супер крутая, точно must have. Раз мы решили делать все-таки теневую растушевку, я наберу вот на эту кисточку. Это, кстати говоря, G-Beauty. Все кисти у меня бренды G-Beauty от Иры. И они супер крутые. Эта кисть называется Soft Eyeliner номер 16. Как раз таки вот для прессовки стрелок, тонких таких всяких нюансов. Видите, она такая прям малютка. Набираю вот это вот, я не знаю, что это, пупырки с гелем. И прям вот так макаю в тени вот эти темно-коричневые. И ими сделаю сверху. Ну прям рисуют. Хорошо. В общем, делаем с вами стрелку. И переходим с вами к ресничкам. Я уверена, что вот эта тушь Luxe Visage XXL должна быть на Wildberries. Но я не уверена в ее цене. Но вот эта тушь Manifest от бренда Lavant точно там есть. И она ультрабюджетная. И на Wildberries это будет реально самая крутая тушь. Я уже ее практически доиспользовала. Наносим, конечно же, на верхние реснички. Нижние я, наверное, трогать не буду для того, чтобы не утяжелять образ. Не делать его таким супер-драма. Так, и последнее, что у нас с вами осталось, это карандаш для веснушек в оттенке Dark Brown. Я заказала, там есть посветлее, если что. У меня свои веснушки, они довольно активные. Но из-за того, что я носила консилер, все это перекрывается. Мне хочется их продублировать. Ох, я ненавижу эти пленки. Кто не любит пленки на карандашах, просто вот ломать ногти. Открываем наш карандашик. У него такой толстый, видите, стержень. Как раз таки для того, чтобы по лицу делать точки. Дайте я проверю. Ой, ну прям темный реально. Можно, конечно, прибить. Он работает как пигмент. То есть там такая водичка. Вы прибиваете, и он прям впитывается в кожу. Я прям сразу вот так буду их вбивать. Я думаю, что можно остановиться, а то мы переборщим. Лучше, конечно, взять оттенок посветлее и потеплее. Потому что этот такой прям графитовый. Посмотрите на стойкость. Вот эти пятнышки. Я их тру. Все, это пигмент намертво. Просто намертво, без шуток. Если вы хотите веснушки, этот пенсил крутой. Но берите другой оттенок. Потому что это реально, видите, он такой довольно-таки серый. Было бы красивее, если бы он был потеплее. Так, но мне хочется пробовать еще вот этот бальзам. Мы с вами попробуем еще помаду. Я хотела себе в сумочку бальзам для губ. Просто сладкий, ароматный, летний. Так, а тут как? Тоже откручивать, да? Ой, пахнет, знаете, чем? Прям жвачкой, типа хуба-буба, банан, клубника. Очень сладко. Но на вкус он слегка сладенький тоже. Нанесем для увлажнения. А, ну он, кстати, тоже с оттенком. Да, видите, он такой прям оттеночный. То есть, ну, дает нехилый пигмент. Я-то думала, он прям бальзам-бальзам прозрачный. Давайте я пробую сделать контур чуть более темным оттенком. Мы наносили с вами 401 карандаш. Я возьму номер 408 из нашей большой вот этой палитры. Может быть, чтобы слегка затемнить губы? Очень даже. Я думаю, что на этом мы с вами остановимся. В принципе, это вся косметика, которую я заказала. Я вам обязательно под видео пропишу прям по пунктам и оставлю артикулы и ссылочки. Если вам что-то понравилось. И да, все-таки палетка годная. За свои деньги тем более, если использовать базу вот эту даже, которая внутри. Хочется еще проверить, конечно, все это дело на стойкость. Но в целом ничего не осыпалось, никуда не стекало. Очень хорошо растушевался консилер. Румяна также. Посмотрите на этот glow эффект. Все так хорошенько списалось. На этом я буду с вами прощаться. Обязательно жду ваши комментарии. И не забудьте о конкурсе. И вам желаю хорошего настроения. Обязательно напишите, как вам еще эта рубрика. Делать ли еще. В общем, жду вашу обратную связь. С вами была Анастасия Була. Всем пока!